Видео уроки фотошопа При работе очень часто приходится их использовать И поэтому любой пользователь фотошопа должен знать, как устанавливаются кисти Ну что ж, давайте начнем Первое, что вам необходимо сделать, это скачать понравившуюся кисть из интернета К счастью, их довольно большое множество В сети вы можете выбрать то, что вам нужно и уже скачать Как только вы скачали, переходите в фотошоп и идете в пункт редактирования И выбираете здесь пункт наборы Далее идем в раздел управления наборами И у нас с вами открывается вот такое вот окошечко Где сейчас у нас показаны все кисти, которые имеются в наличии Также вы можете выбрать любой другой набор К примеру, вы скачали какие-то градиенты, либо же стили Если вы устанавливаете что-то другое, не кисти, то переходите в соответствующий раздел Но я вернусь обратно в кисти И как видите, у нас здесь есть кнопочка загрузить Щелкаем на нее У нас открывается окошко проводника, в котором нам с вами необходимо указать Ту самую кисть, которую мы только что скачали из интернета У меня заранее уже заготовлена отдельная папочка с кистями И давайте, к примеру, возьмем любую кисть из данной папки Давайте, к примеру, возьмем эту Выбираем ее, нажимаем загрузить И как видите, данные кисточки у нас оказываются вот здесь, в самом низу нашего набора Вот они у нас Мы можем дать любой кисточке нужное нам имя, если захотим Как только мы установили кисти, нажимаем здесь клавишу «Готово» И теперь мы уже, собственно, можем работать с только что установленными нами кистями Для того, чтобы их использовать, нам нужно выбрать инструмент «Кисть» И найти их вот здесь, вот в самом низу Выбираем любую кисточку Меняем размер И рисуем уже, как видите Также можно попробовать взять какую-то другую кисть И другой цвет для нее Как видите, все работает, все прекрасно установилось И также стоит отметить, что иногда случаются ситуации, когда необходимо сбросить кисти по умолчанию То есть у нас с вами за все время работы может накопиться здесь очень-очень большое количество кистей И они просто не будут помещаться вот в это окошко Вам придется долго-долго листать его, чтобы найти то, что вам нужно И в таких случаях лучше сбросить кисти по умолчанию То есть вернуть только стандартные кисточки и в дальнейшем уже заново установить то, что вам нужно Чтобы это сделать, вы можете щелкнуть вот здесь вот по шестеренке И выбрать пункт «Восстановить кисти» Таким образом мы удалим все нами установленные кисти И останутся только те, которые загружены в Photoshop по умолчанию Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем здесь ОК И как видите, только что установленные нами кисточки пропали И у нас снова здесь присутствуют только стандартные фотошопские кисти Ну что ж, вот в принципе и вся основная информация, которая вам понадобится для установки различных наборов и кистей Здесь, как видите, нет ничего сложного Все делается буквально элементарно Я думаю, на этом наш видеоурок можно завершить Всем спасибо за внимание И до встречи в следующих видеоуроках Надоело быть чайником в Photoshop? Получите бесплатный базовый курс Photoshop-античайник Жмите на кнопку «Получить курс»